С приходом оттепели заплакали и кровли, принося слезы жильцам. В Апатитах на проспекте Сидоренко страдают жители 27-го дома. Они боятся пожара. На днях в нескольких квартирах первого подъезда заискрило. Погас свет, перегорели лампочки. Всему виной очередная протечка кровли. Жильцы рассказали, что вода с крыши мучает их уже более десятка лет. За это время у дома сменилось несколько управляющих компаний. Проблемный вопрос перетекает от одних коммунальщиков к другим, но не решается. Подробности в следующем материале. Вот, 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 вот. Он и сказал, это может быть. Я говорю, как может быть? Жительница пятого этажа Галина Жихарева на днях осталась без света. Включила стиральную машинку, а ночник в коридоре вдруг заискрил. Слышу, щелкает, такие хлопки. Я бы стою, у меня искры полетели. Я почти уму, какая-то ищешь, какая-то мука. К щитку мне никак, благо был Игорь. И он и говорит, там вода попала. Также пропало электричество и у Татьяны Таросины. Женщина услышала сильный хлопок, а затем погас свет. Татьяна увидела в щитке воду. Позвонила в единую диспетчерскую службу и в апатийское специальное агентство, в управлении которого находится дом. Электрик проверил оборудование, вернул освещение и сказал, что пользоваться электричеством можно. Но люди боятся, ведь протечки продолжаются. Вот видно, протечки, вот они текут. Вот, со щитовой там свет, там это все. Мы все боимся, как бы, ну, у меня трое детей. И как бы, я не знаю, я боюсь, что у меня что-то вырубят, у меня холодильники, у меня машинка стиральная, у меня все. От протечки у нас очень много, уже, наверное, в течение 10 лет. И вот у нас сменялись, как бы, вот тут года сменялись управляющие компании. У нас был сначала апатит и комфорт, потом лука жибины, потом лука апатиты, сейчас у нас ОАСА, и, в общем, вот мы не там. От протечек пострадал новый косметический ремонт подъезда. Картины усугубляют старые почтовые ящики, которые коммунальщики, по словам жильцов, обещали убрать еще осенью. Ящики все раскрыты практически, там чуть ли не взломанные. Вот хотя бы это, повесить их на стену и сделать замки. Руководитель апатитского специального агентства Олег Якунин ситуацию не прокомментировал. О том, как решает вопрос кровли на Сидоренко, 27, сообщили представители муниципального контроля. Там промерзл водосток, ливневка. Управляющая компания в следующий момент проводит там работы по устранению протечек. Размораживаемся ливневой канализацией. Протечки должны быть сегодня устранены. Для жителей, чьи квартиры пострадали, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы составили акт о залить помещение. И попытаться в судебном порядке, да, с управляющей решить вопрос о возвещении ущерба. В случае, если ситуация повторится, при отсутствии действий со стороны управляющей компании, жильцам рекомендуют написать обращение в муниципальный контроль. Это можно сделать в городской администрации, либо на платформе госуслуг в разделе ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ. Продолжение следует...